Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРА-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчишки и девчонки. Здравствуйте, уважаемые папа, мамы, бабушки и дедушки. Это программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Вера Власова и сегодня мы ведем программу вместе с Викой Соколовой и Мишей Литуном. Всем привет! Привет! Доброе утро! Миша, вступай, представляй нашу сегодняшнюю гостью. Наш сегодняшний эксперт Светлана Анатольевна Пупышева, заведующая кафедрой географии Вятского государственного университета. Здравствуйте, Светлана Анатольевна! Здравствуйте! Здравствуйте, Светлана Анатольевна! Здравствуйте! А говорить мы сегодня будем о таких разных и таких прекрасных облаках. Может быть, даже и разберемся, почему над Кировом нависла такая непроглядная серость. Да, на самом деле, сегодня облака прямо так уплотнились над Кировом. Очень мало солнышка. Хочется, чтобы было побольше, и мы узнаем, почему это так, как даже солнышко нам ждать. Это можно быстро, Анатольевна, такое разузнать? Попробуем. Ага. А пока давайте начнем с вопроса для слушателей. Я знаю, что уже заждались ребята и нервно перебирают кнопки телефона в руках. Миша, задавай вопрос первый. Есть ли на других планетах облака? Есть ли на других планетах облака? И номер телефона 211-101. Звоните, не стесняйтесь. У нас, как всегда, много отличных подарков для самых умных, смелых и отважных слушателей. Так что звоните, а мы пока озвучим подарки. Вика, начинай. У нас есть книги. «Простая наука для детей. История средневековья» для читателей старше 6 лет. «Энциклопедия. Чудеса родной природы» для ребят старше 6 лет. «Энциклопедия. Большие кошки. 100 фактов. 6+. Аллен Брэдли. Флавия Делюс ведет расследование. Копченая слетка без горчицы» для ребят старше 12 лет. «Холли Веб. Молли. Маленькая волшебница. Кролик-невидимка» для читателей старше 6 лет. «Михаил Самарский. Радуга для друга. Приключения необыкновенной собаки. 12+.» «И у нас есть уже звонок сразу, как все четко получается. Миша, принимай». «Привет». «Алло, привет». «Здравствуйте». «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? В какой школе ты учишься?» «Денис. Мне 6 лет». «Привет, Денис. Ты давно проснулся?» «Да, давно». «Как тебе сегодняшняя погода?» «Нормально». «Выглядывала же в окошечко. Видела, какое сегодня небо серое?» «Угу». «Ничего. Нам скоро расскажут, почему и скоро ли у нас будет солнышко. Ты ведь любишь солнышко, да, когда на небе светит?» «Да». «Все любят, правильно. Давай отвечай на вопрос, Миша. Повтори, пожалуйста». «Угу». «Если на других планетах облака, как ты думаешь?» «Да, есть». «Думаешь, что есть? Миша?» «Да, это правильный ответ. А вот у меня к тебе есть такой вопрос. А ты бы хотел слетать на другую планету и посмотреть, какие там облака?» «Да». «А на какую бы ты хотел полететь планету?» «На Марс». «На Марс? Там есть облака?» «Да». «Ну есть, да, мы сказали, что есть. Светлана Анатольевна, как эксперт, расскажите». «Облака там, конечно, могут быть, но их там не очень много, потому что атмосфера Марса была потеряна во время эволюции этой планеты. И если они существуют, то в виде кристалликов на большой высоте и смотрятся, как наши серебристые облака легкой дынкой». «Ну и потом еще, Денис, ты нас слушай внимательно, потому что мы, Светлана Анатольевна, обязательно зададим вопрос, на какой планете самые красивые облака? Хотя, мне кажется, ответ очевиден. «Я думаю, да». «Приз?» «Да, какой бы ты приз хотела получить?» «Повторите, пожалуйста, я не запомнила». «А ты хочешь книжку или приглашение?» «Приглашение». «Приглашение. Миша, повтори, пожалуйста, какие есть у нас?» «У нас есть приглашение в дружбу, приглашение в зоки, приглашение в батутный клуб «Level Up». Это на двоих. И еще есть на одного абонемент на мисс обучения в школе современного танца «Айрон». «В дружбу ты хочешь, да?» «Денис». «Алло, Денис, ты в дружбу хочешь?» Мы не расслышали. «Давай ты с нашим редактором пообщаешься, с Марией. Да, мы пока идем дальше. Итак, давайте уже разбираться про облака. И первый вопрос, конечно же, откуда они берутся на небе?» «Наверное, вопрос, я так понимаю, ко мне, уже не к слушателям, да? Откуда же берутся облака на небе? Во-первых, надо помнить о том, что образование облаков всегда связано с подъемом теплого воздуха. То есть для того, чтобы облака образовались, воздух должен подняться». «Алло, Денис, показывает схему. Те, кто смотрит нас на YouTube-канале, увидят, что здесь». «Естественно, возникает вопрос, а что же заставляет воздух подняться? И существует три главных причины поднятия воздуха. Первая причина – это обычная конвекция. В наших умеренных широтах она случается в основном в летнее время, когда поверхность прогревается, воздух от нее нагревается и поднимается вверх». «Так, давайте, Анатольевна, пробиваю вас, объясним, что же такое конвекция, потому что не все еще по физике это проходили в школе». «Конвекция – это вертикальный подъем воздуха вверх. Теплый воздух обладает энергией подняться в те слои, где меньше плотность атмосферы. Поэтому любой воздух, приобретая тепло, сразу начинает подниматься вверх». «Мы можем, наверное, объяснить конвекцией как раз то, что у нас происходит с зимой в квартирах, когда от батарей теплый воздух поднимается выше, и нам тепло, в принципе, по всей квартире». «Конечно, это именно происходит, да. Поэтому чем выше вы поднялись в своей квартире, чем выше ваша кровать расположена, тем вам будет теплее. И чем ниже, наоборот, будет холоднее». «Вторая причина подъема воздуха – это фронтальные процессы, которые мы, например, сегодня как раз в городе Кирове наблюдаем. Фронтальный процесс – это столкновение теплых и холодных воздушных масс. Поднимается всегда теплый воздух. Другой вопрос – кто наступает на территорию? Если наступает холодный, то фронт называется холодным, а если теплый, то теплым. Но поднимается все равно теплый, то есть теплый, расширяется и потом даст нам облака. И третья причина подъема, которая в Кировской области, к сожалению, не очень развита – это рельеф. Любая возвышенность или горные массивы заставляют воздух тоже подняться. А что же происходит дальше? Итак, воздух мы заставили подняться, а вот дальше он тратит энергию на расширение и, естественно, охлаждается. И в один прекрасный момент вся влага, которая в нем содержится, насыщает его на 100%. И вот тут наступает самое интересное. Весь пар превращается в капельки воды. И самое интересное, что вы дома можете это наблюдать. Хотя вы не высоко в атмосфере, и облаков дома у вас нет, как вам кажется. Но, наверное, каждое утро ваша мама кипятит чайник. И все вы, наверное, видели струйку такого белого. Мама называет пара. На самом деле это уже не пара, туман или облако, которое поднимается над носиком чайника. Из чайника сначала выходит пар, мы его не видим. Если вы просмотрите, то на небольшом расстоянии от носика чайника появляется белый туман. Это как раз и есть прообразы облаков, которые появляются высоко в атмосфере. Естественно, образование облаков происходит на разной высоте. Поэтому все облака, в зависимости от высоты своего образования, делятся на облака верхнего яруса, среднего яруса, нижнего. Но есть облака, которые начинаются с нижнего и заканчиваются верхним ярусом. Это облака вертикального развития. Мы сегодня с вами посмотрим разные типы облаков и определимся, а какие же облака сегодня над Кировом. Давайте начнем с облаков верхнего яруса. Они самые прозрачные. Вы, наверное, все замечали их на безоблачном, иногда голубом небе, когда появляются первые перистые облака. Как мазки акварели. Они, как правило, состоят из кристалликов льда, потому что высота их образования выше 6 километров. Перистые облака не несут за собой дождей, но иногда они могут быть предвестниками будущего дождя. Если перистые облака образовались перед теплым фронтом, то имейте в виду, что за перистыми облаками придут следующие облака – перистослоистые облака. И вот если перистослоистые вы за перистыми на небе видите, можете смело мамам и папам предсказывать, что в ближайшие сутки к нам дойдут облака, которые действительно принесут дождь. Вот папа с мамой удивятся. Потому что за ними придут перистокучевые облака, то есть пройдет еще большее уплотнение облачного покрова, а затем начнется приход высокослоистых облаков, высококучевых. И так до тех пор, пока до нас не дойдут уже самые нам привычные, большую часть года нами видимые слоистые облака, которые, уплотняясь в своей нижней части, как сегодня, могут превратиться в слоисто-дождевые облака, и от которых мы с вами и будем ждать дождя. То есть у нас сегодня слоисто-дождевые облака? Да, то есть если вы видите покров на все небо, и если в нижней части эти облака уплотняются и становятся серыми, то мы с вами можем ожидать пролива дождя. Дожди бывают не всегда из слоистых облаков, они могут уйти с перерывами, но тем не менее прогнозировать вероятность, как делают метеорологи, мы уже с вами можем. Понятно, что вероятность бывает разная в процентах, но тем не менее вы можете смело говорить, что мы ожидаем дождь. А вот случится он или нет, все зависит от того, насколько капелек воды будет в слоисто-дождевом облаке. Фонтоль, я вынуждена вас прервать. Господа мои соведущие, Денис, наш эксперт по облакам на других планетах, выбрал батутный парк. Отметьте, пожалуйста, у себя, что батутный парк у нас в призах забрали. И настало время, думаю, следующий вопрос задать. Вика, у тебя вроде бы был тоже вопрос про инопланетные облака. Давай его зададим. На какой планете облака состоят из серной кислоты? На какой планете облака состоят из серной кислоты? Наши гости утверждают, что это очень легко гуглиться. Я, если честно, не знаю. Поэтому 211-101, звоните, мы ждем ваших ответов. Светлана Анатольевна показывала нам сейчас, пока рассказывала про облака, потрясающие картинки. Просто невероятные фотоснимки тех облаков, которые мы сейчас озвучивали. Давайте разбираться дальше. По высоте формирования. Вот, Светлана Анатольевна, когда летим на самолете, я думаю, что многие уже летали, мы как раз, поднимаясь в высоту, прорезаем вот все вот эти вот облака и проходим, получается, вот все вот эти вот слои. Так ли это? Да, конечно, но все зависит от того, где вы летите и есть ли на той территории облачный покров. Ведь не всегда облачный покров существует. Но если вы летите на самолете, его высота, как правило, выше 6 километров. И, соответственно, вы летите над пеленой облаков и видите солнце уже практически без них. То есть они находятся под вами. Ну и облака, конечно, постоянно перемещаются, как вы понимаете. То есть они никогда не стоят на месте. И мы сегодня это хорошо наблюдаем. То есть у нас сегодня даже где-то проглядывает голубое небо местами. То есть облака постоянно находятся в движении. И поэтому, когда мы с вами видим смену облаков, можно предсказать, как я уже говорила, будет ли дождь. Например, на теплом фронте. Соответственно, мы таким образом можем и по цвету облаков узнать, на какой высоте они находятся. Ну, по цвету, наверное, сложно. Давайте, наверное, все-таки по плотности. Давайте по плотности. То есть чем выше располагается облако, как мы сегодня с вами говорили, тем более оно будет, наверное, прозрачным. Потому что до такой высоты достигает не вся влага, которая поднялась. И, как правило, эти облака просвечивают небо. И степень покрытия неба менее 10 баллов. То есть это облака, которые просвечиваются солнцем. А вот низкие облака, слоистые облака, они пеленой закрывают все небо. И, соответственно, сквозь них уже просмотреть что-то вряд ли получается. И в них уже происходит уплотнение. Ну, не из всех облаков идет дождь, как вы понимаете. И чем больше облака вертикального развития, тем больше вероятность того, что дождь возникнет. И самые дождевые облака, это облака кучево-дождевые, которые образуются как раз летом в результате конвекции. То есть если вы видите такое облако, то вы знаете, что под ним существует восходящий вертикальный поток воздуха. Он поднимается на большую высоту, выше 2 километров, а верхняя его граница может быть выше 8 километров. И в этом облаке, в нижней части, есть капельки воды, а в верхней уже кристаллики льда. И каждая капелька из нижней части восходящими потоками поднимается вверх и соединяется с кристалликом льда. В итоге она увеличивает сумму массу, падает вниз, встречается с новыми капельками и так много-много раз. Пока капелька не станет такой большой, что сможет преодолеть конвекционные вертикальные потоки, упасть вниз. Извинить тяжесть. И вот тогда на наши головы и обрушиваются ливневые дожди, град или крупные леденелые такие снежные образования, которые до града не дотянули, но тем не менее стали кристаллическими, то есть они перестали быть жидкими. Поэтому самое лучшее образование для дождя в облаках, которые имеют вертикальное развитие. На наше счастье, у нас сегодня облака не такие, у нас облака слоисто-дождевые, поэтому дождь у нас будет не столь интенсивным, как из кучево-дождевых облаков. Но в Кировской области кучево-дождевые облака к нам приходят как раз летом. Поэтому в ближайший месяц, в июль, когда у нас самая теплая поверхность, мы с вами будем ожидать этих гостей, формирующихся у нас, как правило, после обеда. Я думаю, наверное, все замечали, что иногда с утра светит солнце, очень жарко. А вот после обеда вдруг набегают облака, причем они быстро уплотняются, быстро перемещаются. И у нас получается очень интересное фронтовое такое облако, штормовое облако, которое перемещается вот так быстро, наверное, все такое видели. Он такой страшный. Это как раз и говорит о том, что в ближней части много влаги, такое тоже бывает у нас с вами. И самое интересное, вот у этого облака, почему эту фотографию с собой взяла, посмотрите, в верхней части есть так называемые шельфовые облака, белые облака. Это случается в том случае, если поднимающийся воздух больше вверх подниматься не может, и начинает перемещаться вверх. В результате перед грозовой тучей образуются высокие такие шельфовые облака, напоминающие перистые. Из них дождь не идет. Они, что называется, летят перед главной грозовой тучей. И вы можете вот наблюдать такое интересное явление, когда белые облака соседствуют с темно-с темно-серыми. Это очень красиво. Да, и они первые до нас доходят, а потом уже нас накрывает облако с ливневым дождем. Вчера, собственно говоря, если вы часов в пять вечера ходили по городу Кирову, как раз одно из таких явлений происходило. Быстрый подъем воздуха проходил. Вчера пришел теплый воздух, наверное, заметили, после обеда резко потеплело. Пошла конвекция, и, соответственно, образовалось мощное облако, которое дало ливневый дождь вечером. Ну, опять-таки, позвольте заметить, не над всей территорией Кирова шел этот дождь. То есть он шел где-то вот точечно или проходил каким-то там своим путем. Это именно связано с тем, что кучево-дождевые облака образуются конкретно над поднимающимся потоком. В отличие от слоистых дождевых облаков, которые мы видим сейчас, которые закрывают все небо, слоистые, прошу прощения, кучево-дождевые облака формируются в определенном месте. Поэтому на севере города Кирова дождь может идти, а на юге нет. Такое, да, бывает. Но если вам не повезло, и вы попали в дождь, то знайте, что над вами шел подъем воздуха и самая мощная конвекция в городе. Давайте на минуточку прервемся. Вик, повтори, пожалуйста, вопрос. На какой планете облака состоят из серной кислоты? На какой планете облака состоят из серной кислоты? 211-101. Звоним, не стесняемся, подарков очень много. Миш. Светлана Анатольевна, можно я вам задам вопрос? Конечно. А от чего зависит форма облаков? Иногда мы выходим и видим облака в форме лошадок, слоников. Вот от чего это зависит? Форма облаков зависит от того, как происходит подъем. Я сегодня как раз для вас принесла облака разной формы. Ну, лошадок я, конечно, не нашла. Если бы я знала вопрос про лошадок, я бы их поискала в интернете, в фотографиях. Светлана Анатольевна принесла фотографию облаков в виде летающей тарелки. Ребята, с чем у вас ассоциация здесь? Линзовидная, да? То, что лизит. То, что лизит. Оно долго висит, потом оно опускается, исчезает, над хребтом образуется новое облако. И поскольку это все происходит очень медленно, эти облака не кажутся движущимися. То есть они как раз и напоминают НЛО, которые зависли над определенным объектом. То есть вот такие облака бывают. Вот еще эти же облака, но с другой картинкой. Поэтому не путайте облака и НЛО. Облака могут быть обманчивы. Давайте еще маленькую паузу. Викуль, есть звонок, насколько я понимаю. Принимай и повтори вопрос. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. Сколько тебе лет? Мне 9 лет. В какой школе ты учишься? Я учусь в 11-й школе. Очень хорошая школа, Аня. Молодец. Хорошо учишься на пятерке? Да. Как ты закончила год, расскажи нам? Ну, 4-5. По некоторым 4, по некоторым 5. А по географии у тебя какая оценка была? А у нас еще нет географии, у нас по окружающему миру. А по окружающему миру тогда? 5. 5. Молодец. А ты у нас прям, я уверена, что сейчас правильно ответишь на вопрос, который... Давай еще раз тебе повторю. На какой планете облака сосъят из серной кислоты? На планете Венера. Да, это правильный ответ. Вот туда бы, наверное, мы не хотели бы поехать, да? Смотреть на облака, любоваться. Какой приз ты бы хотела получить? А если... Можно мне к редактору, чтобы она не рассказала? Это я не слышала. Да, Анечка, конечно. Переключаем тебя к Марии, нашему редактору. Возвращаемся к вопросу МНЛО. Да, еще раз не путаем МНЛО. То есть могут быть... Иногда кажется, что такая вот маленькая-маленькая тарелочка летающая там висит в небе. То есть это тоже может быть маленькое облачко? Ну, в городе Кирове это просто облако, да? Да, это как раз не тот вариант, который я сейчас показала. Вот линзовидные облака, они соседствуют с горными системами. Но поскольку горы у нас нет, у нас по-другому воздух поднимается. У нас причины подъема другие. Но если вы видите белое образование в небе, скорее всего, это все-таки облако. Я, конечно, не исключу появление МНЛО. И потом с вами отдельная программа по этой теме сел. МНЛО и география. Не будем отрицать. То, что мы не знаем. Слушайте, вот вы про горы заговорили. Я вспомнила такую историю. Я была в горах на юге Вьетнама. И там мы поднялись очень высоко. И там прям очень резко нашла облако на нас. И закрыла прям весь этот маленький городок. И можно было прям руками почувствовать это облако. Это прям незабываемое невероятное ощущение. Такие мелкие-мелкие, крошечные капельки. Вот прям такой водички. На самом деле каждый человек в своей жизни может побывать в облаке, если вы были в тумане. Туман – это тоже облако, только располагающееся у поверхности Земли. Соответственно, если вы видите туман, вы можете зайти в этот туман. Очень-очень низкое облако. Конечно. То есть, в принципе, любая вода, которая в жидком виде находится в атмосфере, является прообразом облака. И современные фотографы даже придумали, как создавать облака в помещении. Выбрасывается определенное вещество, затем воздух, насыщенный водяным паром, и водяной пар, соприкасаясь с веществом, конденсируется, и на 15 секунд в помещении возникает маленькое кучевое облако. Это хватает для того, чтобы сделать несколько кадров. Поэтому облака сейчас есть даже в квартирах. Давайте еще раз расскажем рецепт приготовления облака в домашних условиях. Я думаю, что рецепт можно посмотреть в интернете. Это запатентованные технологии, и вам вряд ли расскажут, что выбрасывают. Потому что это действительно редкие кадры, которые делают фотографы, очень известные в мире. Поэтому, я думаю, вам есть смысл посмотреть, как это происходит, посмотреть, какие фотографии делают с этими облаками. Но если хотите сделать облако дома, просто вскипятите чайник. Скипятим чайник, да и он уже пар такой выбрасывает. Да, пар у самого носика, а вот то, что вы видите непрозрачно дальше, это и есть прообраз облака. Вот так вот. Облака рядом. Надо просто о них внимательнее смотреть. Здорово. Двигаемся дальше вместе с облаками. Вы рассказали, что на разной высоте облака формируются. Вот те замечательные фотографии и картинки, которые вы показали, вы можете сказать, на какой высоте вот каждое из них находится? Ну, конечно. Абсолютно точно известно, на какой высоте они находятся. То есть, если мы с вами видим облака легкие, прозрачные, допустим, перистые, то есть те, которые содержат слово перистые, это перистые, перистые кучевые, перистые слоистые, то высота этих облаков точно выше 6 километров. И они в любой сезон года состоят из кристалликов льда. Если мы видим облака со словом «высоко», то есть высококучевые или высокослоистые облака, это облака среднего яруса развития, и они располагаются на высоте от 2 до 6 километров. То есть все-таки такие вот кучки, как кусочки маленькие ваты, это так разбросанные по небу, очень красиво беленькие. Иногда вот с серым, да, я вижу, что у вас на фотографии. Ну, это просто, наверное, такое освещение солнечное. То есть беленькие кучки ваты, это на какой высоте у нас у них? От 2 до 6 километров. 2-6 километров. А вот если мы видим наши любимые слоистые облака, то они, как правило, формируются низко, ниже 2 километров. Мы ощущаем их, как такую тяжелую плиту, которая над нами висит. Слоистые облака мы по-другому ощущаем, высокослоистые. А вот слоистые и слоистые дождевые, они прямо вот предвещают нам, что, наверное, зонтик нужно с утра взять. Они низкого образования. А на какой самой низкой высоте могут располагаться облака? Ну, если не брать в расчет туман? Ну, тут можно даже до 1 километра. Все зависит от того, как идет формирование. Потому что есть, например, такие облака, как пероаккумулятивные или огненные облака. Они формируются в том случае... Частицы пепла или частицы пепла от пожара, они достаточно быстро остывают в воздухе, и воздух, соприкосаясь с ними, тоже конденсирует влагу. В результате образуется принудительное облако, что называется. И оно висит достаточно низко именно там, где содержится большое количество пепла. То есть тут их высота может быть даже менее 2 километров. Снова мы прерываемся. Предлагаю задать вопрос от Миши, предваряющий нашу музыкальную паузу. Да, и потом мы послушаем музыку. Миша спрашивает. В каком мультфильме звучала песенка «Облака белокрылые лошадки»? В каком мультфильме прозвучала песня, которую мы сейчас с вами, уважаемые слушатели, услышим? Звоните 211-101, а мы пока на музыкальную паузу. Мимо белого яблока луны, Мимо красного яблока заката, Облака из неведомой страны К нам спешат и опять бегут куда-то, Облака, белокрылые лошадки, Облака, что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, С высоко, А по небу прокатите нас, Облака, Мы помчимся в заоблачную даль, Мимо гаснущих звезд на небосквох. Ну что, вот мы и прослушали замечательный отрывок от прекрасной песни, Которую все-все, наверное, знают. Но звонка у нас пока нет. Ребята, вот еще пока мелодия звучит, Давайте вспоминаем, что это за мультик такой с замечательной песней, Облака, белокрылые лошадки. Отвечаем на Мишин вопрос. 211-101 у нас телефон, если вы забыли. Мы ждем ваших правильных ответов. Да, а пока мы двигаемся дальше. И у нас еще был вопрос, хочется все-таки разъяснить по поводу предсказаний, Чтобы не только на наших уважаемых синоптиков ориентироваться, Но и самим тоже уметь предсказывать. Там прогуливаясь с мамой по паркам, Кира, вот мама, вот я сейчас предскажу тебе, какая будет погода. Ну, чаще всего предсказания мы можем сделать по облакам, Если у нас циклоническая активность, то есть действует циклон, А в нем, как правило, в его передней части наступает теплый фронт, А за ним всегда идет холодный. Это пара, которая всегда бежит один за другим. Итак, вот если у вас, помните, я уже начинала сегодня вам об этом говорить, Сначала начинаются перистые облака, потом они уплотняются, Потом переходят в слоистую часть, и мы попадаем в зону осадков, Это у вас теплый фронт. То есть можно маме или папе или друзьям предсказать, Что когда перистые осадки превращаются в дождевые системы, Дальше пойдет потепление. И дождь будет длиться дня-два, Потому что теплый фронт перемещается очень медленно, он вальяжный, Теплый воздух медленно поднимается, сгоняет холодность его территории, И после двух дней осадков у нас начинается потепление. В теплой воздушной массе конвекции практически нет, Она остывает от поверхности, И поэтому наступает погода без облаков и без дождей. Другой вариант происходит, если к нам приходит холодный фронт. Он приходит достаточно часто, и особенно ярко он будет для нас виден в августе. Вы помните, когда после июльской жары вдруг резко наступает похолодание и дождь, И когда вы утром просыпаетесь, вчера вы бегали в шортах, А сегодня вдруг вы одеваете куртку, знаете, что до вас добрался фронт холодный. У нас в июне ведь так же бывает. Бывает. Холодный фронт у нас достаточно вообще часто происходит, Просто после июля он, наверное, значительно ярче воспринимается всеми. Обиднее. Холодный фронт начинается сразу с зоны осадков. То есть вчера еще был дождь, и вдруг на нас сразу находят слоистые дождевые облака, И сразу у нас квалистый ветер, и практически целый день осадки. А вот затем наступает некоторое просветление. Сначала облака становятся более прозрачными, повышается их высота, Они переходят в высокослоистые, высококучевые. И вроде бы казалось, все хорошо, и дождь закончится, Но в холодной воздушной массе существует мощная конвекция. Холодный воздух приходит на теплую территорию, нагревается от нее, И снова поднимается вверх, и снова образуются облака, И мы попадаем во вторую зону осадков. Соответственно, если вы после тепла раз попали в осадки, Потом вроде бы все развеялось, Ожидаете, что на следующий день, Можете маме говорить, что в саду поливать не надо, На следующий день мы снова ожидаем осадков. То есть запомните, что в холодном воздухе осадки образуются дважды. Сначала еще и в конце. Так, Миша, Вика, а вы знаете, какой сейчас у нас фронт? Теплый или холодный? Теплый. Мне кажется, что холодный. Так, мне не разделились, мне не эксперта хочется услышать. А вот я думаю, что фронтальная деятельность у нас идет попеременно, Да, то есть у нас фронт окклюзии, скорее всего, страшное слово. Очень. Когда теплый фронт, холодный фронт догоняет теплый фронт, Идет все в перемешку. В результате теплый воздух обоих фронтов поднимается вверх, И внизу за первенство борются две холодные воздушные массы. Вообще июнь для... То есть сейчас у нас две холодные массы борются? Да, вот вчера теплый воздух был, его практически выгнали вверх, И опять начинается некоторое такое понижение. Сегодня уже вместо вчерашних плюс 20 и плюс 16, Завтра плюс 17, то есть никакой жиры пока мы не видим. Но зато по прогнозам видим, что осадки нам ожидать Еще практически целую неделю с переменными успехами. Подождите, я завтра смотрела, что вроде бы уже солнышко. А нет, завтра еще дождь? Нет, нет. А вторник и среда солнышко, а вот в четверг опять дождь. Тут я вам про что и говорю, что на практике-то работает. Постоянное перемещение воздушных масс. Вообще в июне барическое поле, это как раз размещение низкого и высокого давления, которое определяет облака, очень неустойчивое. Атлантика, которая определяет нашу погоду, холодная. Мы еще, наша земля не сильно прогрелась, поэтому у нас с вами постоянная борьба теплого и холодного фронтов, а вместе с ними всех облачных систем. В результате сдвиг происходит то на север, то на юг. Мы с вами все время попадаем в этот сдвиг. И у нас с вами постоянные осадки. Вы, наверное, слышали, вчера в Сибири, тоже благодаря фронтальной деятельности, затопило федеральную трассу Сибирь. То есть Иркутск у нас выдал несколько норм осадков. Даже президент туда поехал. Да, потому что это действительно явление, которое совпало с таянием снега в горах. Наложились вот эти вот дожди фронтальные. И в результате Сибирь, которая летом, как правило, не обладает большим количеством осадков, чаще всего там суши, чем у нас. У них там континентальный. Да, климат континентальный. И вдруг оказалось вот в этой зоне осадков, потому что фронт там намертво встал, чуть-чуть колеблется, то теплый, то холодный. И в следующую неделю он никуда перемещаться оттуда не собирается. Светлана Анатольевна, неужели синоптики не могли предсказать, что вот в Сибири появится такая сложная ситуация с паводками? Вообще предсказать достаточно сложно. Паводок, ну то и паводок, что он случается не каждый год. Редко, но метко. И от правила накладываются несколько каких-либо факторов. В данном случае наложилось таяние снегов в горах. И предсказать синоптики могут. Но дело в том, что вероятность прогнозов никогда не бывает 100%. Обработку метеорологической информации ведут супермощные компьютеры. Но даже они дают вероятность не более 70%. А учитывая, что летом атмосферные процессы исключительно активны, то даже эти проценты не всегда оправдывают себя. Поэтому предсказать погоду летом значительно сложнее, чем предсказать ее в другие сезоны года. Имейте это в виду. И даже если ваш прогноз не показывает сегодня дождя, чаще всего зонтик нужно с собой брать, потому что дождь может благодаря конвекции обязательно возникнуть. Или капюшон. Выбираем сами. Мы сегодня с Викой с капюшонами пришли на работу. Давайте повторим вопрос и зададим еще один. Вика, от тебя так так пойдет еще вопрос. Миш, повтори, пожалуйста, свой вопрос. В каком советском мультфильме была песенка «Облака, белогривые лошадки»? Давай варианты ответов для тебя. По дороге с облаками. Трям, здравствуйте. Летучий корабль. Хороший мультик. Может быть, там прозвучало. Я не помню. Может, кто-нибудь помнит. Уважаемые слушатели, вспоминаем, в каком мультике прозвучало. Да, и звоним нам 211-101. Вику, еще вопрос задай, пожалуйста. Почему облака белые? Почему облака белые? А вот можно вам вопрос задать? У вас вот там такие красивые разноцветные облака лежат? Вот почему они разноцветные, а все другие, белые или серые? Да, вопрос как раз в тему, да? Дело в том, что облака, которые тебе понравились, перламутровые, серебристые, есть еще вариант жемчужных. Это облака, располагающиеся не в тропосфере, а облака, которые располагаются на высоте, допустим, перламутровой на высоте выше 30 км, а серебристые облака на высоте до 80 км. То есть они уже располагаются либо в стратосфере, либо уже в мезосфере. Это не что иное, как освещение лучами уже зашедшего солнца серебристых кристалликов льда, которые есть на большой высоте. Это именно ледяные облака. И они другого цвета, потому что совершенно по-другому падают лучи солнца, и по-другому освещают, и, соответственно, по-другому рассеивают. Они кажутся нам, конечно, перламутровыми, а вот внизу вы видите не сами облака, а, так скажем, закат, который отражается в этих облаках. То есть вы, наверное, видели, когда солнце заходит, у него самый длинный путь луча в атмосфере, и этот путь, как правило, рассеивает красный цвет, поэтому чаще всего закаты у нас в тёплой гамме. Резовый. А вот когда солнце у нас высоко, если вы когда-нибудь смотрели на солнце, я, наверное, уже в область физики зашла, когда вы смотрели на солнце, вы, наверное, видели, что солнце, в принципе, оно белое, да, а небо голубое, потому что воздух рассеивает голубую часть спектра, ну, а, соответственно, высоко стоящее солнце всю часть спектра, поэтому оно белое. Ну, вот поэтому облака такие красивые тоже бывают. Но эти облака редкие. Облака полярные мы видим только за полярным кругом, ну, а серебристые облака видны высоко, когда ясная погода, и когда маленькое городское освещение, то есть чаще всего за городом эти облака видны лучше, чем в городе. В городе мешает наше ночное освещение, мы не видим звезд, мы не всегда видим облака, поэтому, чтобы наблюдать и облака, и звезды, есть смысл выехать за город. Итак, давайте еще поспрашиваем что-нибудь у нашего замечательного эксперта. Например, вы рассказали, Светлана Анатольевна, о том, что... Так вот вскоре вспоминали, я вот так сразу же, конечно, зацепилась, что не везде облака есть, когда я про самолет рассказывала, что если там есть облака, то да, неужели где-то может не быть облаков на планете Земля? Конечно, например, их мало, так скажем, в пустынных тропических территориях. Естественно, у вас должен возникнуть вопрос. Мы с вами сегодня выяснили, что облака бывают там, где есть подъем воздуха. Казалось, в пустынях поверхность нагревается до очень высоких температур. Да. И подъем воздуха там точно есть, потому что все, наверное, слышали о миражах, о колебании воздуха. А облаков почему-то нет. Дело в том, что над тропическими пустынями большую часть года господствует антициклон. Антициклон – это вихрь, в котором воздух опускается. И в нем есть странное явление, которое мы с вами иногда наблюдаем. Если вы мне напомните, я вам про него расскажу. Это инверсия сжатия. Страшные слова. Это теплый слой на большой высоте. То есть вверх при подъеме в атмосферу температура воздуха должна падать. А в антициклоне она на определенной высоте около двух километров выше окружающего воздуха, потому что опускающийся воздух нагревается. И вот воздух, поднимающийся с поверхности пустынь, доходит до этого теплого слоя и преодолеть его не может, потому что любой теплый воздух поднимается только до тех пор, пока он теплее окружающего пространства. В итоге воздух не может достигнуть той температуры, при которой происходит конденсация. И несмотря на мощный подъем, в пустынях облака не образуются, осадки не выпадают. У нас такое явление встречается зимой. Ну, летом тоже, но оно летом менее, наверное, заметно. Летом, когда совсем не идут осадки, несмотря на жиру. Вы у нас, помните, бывает не в июле 10, когда вроде бы плюс 30, хотим дождь после обеда, а вынуждены поливать всё, что можем. Чаще у нас такое явление встречается зимой, мы называем их крещенскими морозами. Знаете, когда бывает до минус 40, вот к нам приходит такой антициклон, и в нём нисходящие токи. Почему я им говорю именно про зиму? Потому что зимой мы эту инверсию сжатию можем увидеть воочию. Когда наступит зима, посмотрите, пожалуйста, на дым, который идёт с высоких труб ТЭЦ. Он вертикально вверх? Нет, он как раз ложится горизонтально, потому что трубы стоят высоко, и он ложится горизонтально ровно под слой инверсии, то есть слой инверсии его не пускает. А вот если здание мельче, и там трубы и печки топятся, то как раз воздух поднимается вертикально, дым поднимается вертикально. Пауза небольшая, Миша, принимай звонок. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Самолова Полина. Полин, привет. Здравствуйте. Рада тебя слышать. На какие вопросы будешь отвечать? Да. На какой из вопросов ты будешь отвечать? Про песенку? Да. Про песню. Ну тогда расскажи, где же звучала, в каком мультике звучала песня «Облака белогривой лошадки». Прямо здравствуйте. Прямо здравствуйте. Правильно? Да, абсолютно правильно. Полина, молодец. Ты смотрела этот мультик? Да. Классный мультик, да, там про ежика и медвежонка, да, если не ошибаюсь? Да. Очень здорово. Оно тебе нравится? Да. А ты бы хотела покататься на облаках? Хороший вопрос. А можно покататься на облаках? Нет. Санта? Ну, конечно, нет. Вы же сами рассказывали. Были в облаке. Ну, может быть, они есть разные. Нет. Или как-нибудь, может быть, можно их уплотнить еще? Нет. Нет, нельзя. Очень жаль. Ну, Полин, мы с тобой в пролете в этом отношении. Что ты хочешь получить за свой правильный ответ? А можно к редактору? Конечно. К Марии тебе возвращаем? Да, спасибо. Звони нам еще, пожалуйста. Итак, облака уплотнить никак нельзя. Нет. Вот это вот прямо разочарование всей жизни, да, что покататься на них все-таки нельзя. И все вот эти вот фильмы, где они там скачут по облакам, это все выдумка. Облака можно только развеять перед каким-либо мероприятием, да? Как у нас это делают в Москве? Как у нас это делают в Москве часто, да? А правда, что из Москвы облака к нам сюда, в Киров, приходят? Нет, наверное, они все-таки не приходят, потому что технология заставляет просто рассеяться в облачную массу, то есть она выпадает дождем раньше, чем происходит мероприятие, туда забрасывают ионы серебра, которые достаточно быстро конденсируют вокруг себя влагу. На самом деле облака в России перемещаются с запада на восток. И у нас западные ветра господствуют, и поэтому, поскольку Москва у нас расположена западнее, естественно, все, что было у Москвы, облака, ну не сами те облака, а просто вся воздушная масса перемещается к нам. И раз там были облака, то у нас они тоже образуются, то есть это не к нам пригнали, это у нас воздух пришел, и в нем просто происходит образование. То есть Москва не виновата? Абсолютно, нет. В Москве просто рассеивают облака для того, чтобы какое-то конкретное время конвекции там не происходило, и была ясная погода. Еще раз давайте акцентируем внимание. Сначала повторим вопрос, что у нас есть вопрос от Вики. Почему облака белого цвета? Мы, в принципе, об этом уже говорили в начале программы, когда рассказывали о причинах формирования облаков. Да, Светлана Анатольевна? Ну, мы, наверное, про конкретный цвет не говорили, мы с вами говорили, наверное, больше про плотность. Про плотность, из чего они состоят. Мы тоже так упомянули. Вот, поэтому можно сейчас логически додумать, почему же они все-таки белые на самом деле. Вот, и давайте еще один, мы же тебя вопрос зададим тогда. Сколько основных видов облаков? Сколько основных видов облаков? Нет, Вика, больше, чем ты показываешь. Вика показывает сколько? Три пальца. Три. Ну, просто нам в окружающем миру только три рассказывали в четвертом роде классе. Мы сразу же можем подсказать, что их больше. Миша, не подсказывай. Их на самом деле больше, чем три. Так что гуглите, спрашивайте у родителей, считайте. Мы вот сегодня уже больше, чем три назвали. Да? Ну, конечно. Нет, просто Вика имеет в виду, что в названиях облаков фигурируют три главных корня. Это пересты, кучевые и слоистые. А все остальное – это интерпретации с расположением, с дождем и так далее. То есть, ну, действительно, три главных типа. Но это для, наверное, все-таки четвертого класса актуально. А облаков значительно больше. Итак, почему облака белые и... Сколько основных видов облаков? 211-101. Дозванивайтесь в время. У нас еще есть вручить вам классные книжки и приглашения. Это все у нас имеется. Дальше едем. Раз мы заговорили о типах облаков, я вам еще расскажу или покажу облака не основные. Пока наши слушатели думают и считают, сколько же основных, мы с вами посмотрим, что еще бывает. Очень интересные облака, облака Кельвина и Геренгольца. Как волна. Как волна. Они бывают в разную сторону, причем волна бывает разной. Они возникают в том случае, как правило, перед фронтом, когда на большой высоте с разной скоростью перемещаются два разных по температуре потока – теплый и холодный. И когда какой-либо поток заходит в зону конденсации, происходит образование вот таких вот завитушек. Они как будто, да, кудряшки такие по спирали закрученные. Редко достаточно встречающиеся в мире облака. В Кировской области я, например, таких, мне кажется, ни разу не видела. Но в Европе, например, особенно там, где постоянная фронтальная деятельность, их можно встретить. Я еще видела в интернете такие грибовидные облака. Грибовидные? Да, они бывают разные. Есть вот если такое облако шляпа, тоже вот, наверное, напоминающее ваше НЛО. Да, чуть есть. Что-то из этой оперы, да? Больше на пирожные похожи. Такие облака тоже возникают в том случае, если происходит подъем воздуха, они образуются даже выше кучевых облаков. И их тоже можно увидеть, они не очень подвижны и, как правило, имеют вот такую интересную форму шляпы, да? Мне очень нравятся облака вымеобразные. То есть я бы сказала, что, знаете, такой виноград висит. Да. То есть, как правило, они формируются опять-таки при образовании кучевых облаков, когда происходит в нижней части постоянное перемешивание теплого и холодного воздуха. И вот там, где вы видите как раз выме, что называется, вы как раз видите ту часть, которая холодная и образовала облако. Странное такое облако. И в последнее время появился новый вариант – волнисто-бугристые облака. Их называют облаками конца света. Похоже, да. Похоже, да. Это я постараюсь еще писать для слушателей. Концентрация таких вот темных-темных, синих, серых, красок. Фиолетовых. Фиолетовых, да. Помогайте мне, ребят. И вот белое – это все такими волнами идет по небу. Разводами. Разводами, ага. Акварель. Это акварель. До сих пор не знают, как они еще образовались. То есть их недавно заметили. А почему так получилось, что их недавно заметили? А почему раньше их не замечали? Сложно сказать. Может быть, и замечали, но не фотографировали, не обращали на них внимание. То есть это, скорее всего, редкий вариант образования. Не каждый день его увидишь, не на каждой местности. Ну, поэтому это новый вид облака, который входит в кадастр облаков. И поэтому вы можете скоро, может быть, услышим, как они образуются. То есть метеорологии еще не объяснили, как это происходит. Соответственно, мы пока не можем понимать, возможно ли их появление на территории Кировской области. Конечно, да. То есть я еще не могу... Вот когда разберемся, как появляется, может быть, узнаем. Ну, есть просто волнистые облака, тоже активный подъем воздуха. Тоже так интересно. Поднимается все достаточно активно и образуются такие гребни красивые. Поэтому облака... Как морская плена. Облака – это очень быстро меняющееся образование. И, соответственно, их форма постоянно-постоянно меняется. А какие же облака преимущественно летают над нашими головами, когда мы в Кирове? Большую часть года, поскольку мы с вами живем в области воздействия циклонов, и у нас с вами теплый, холодный фронт, помните, я говорила, что для циклона характерно. У нас есть вообще все типы облачных систем, но преобладают, и которые мы, наверное, больше всех видим, это облака слоистые и слоистые дождевые. То есть это та пелена, которая когда-нибудь приносит осадки. А вот летом часто у нас образуются облака кучевые и кучево-дождевые. Они образуются в результате мощной вертикальной конвекции. Зимой, как вы понимаете, наша холодная поверхность этой конвекции не дает. Поэтому вот кучевые и кучевые облака, они над Кировской областью, как правило, образуются в летнее, в теплое время года. Ну, можно с мая уже, когда только теплая поверхность появляется. Да, и как раз тоже помню, что нам где-то на уроках в школе рассказывали, что если вы видите, что облака стали концентрироваться и стали плотнее выглядеть на небе, значит, это первые предвестники того, что скоро будет весна или уже лето. Да, потому что идет подъем теплого воздуха, и, соответственно, образуется вот такой тип облаков, который не всегда есть у нас. Да, времени осталось совсем немножко. Давайте ответим на вопросы, которые мы задавали слушателям. Ну, все-таки пусть знают. Итак, у нас был первый вопрос, почему облака белые? Вика, расскажи, почему. Облака, как мы знаем, состоят из водяного пара. А капельки воды, отражая и рассеивая солнечные лучи, блестят и выглядят белыми. То есть это из-за блеска, это нам кажется, на самом деле они не белые. Нет, капельки воды, извините, я вклинилась в ваш разговор, отражают всю часть спектра. В результате все цвета при смешении дают как раз белый цвет. Все цвета, когда смешиваются, дают белый. На красках нам такого не понять, а вот в природе такое существует. Да, ну объяснили, я думаю, да, Вик? Миша, теперь рассказывай про виды облаков. Всего существует 10 основных видов облаков. Можешь перечислить, какие? Нет. С Антономом, помогайте. Ну давайте, Миша, сгибает пальцы. Бывают перистые, перисто-слоистые, перисто-кучевые, высоко-слоистые, высоко-кучевые, слоистые, слоистые-дождевые, кучевые, кучевые-дождевые. Все. 9. 9? Все-таки 9. Так, 9 мы запомнили обязательно. Домашнее задание для всех слушателей. Мы можем их всех увидеть в Кирове? Да. Все их видим, фотографируем и потом присылаем нам. Те, кто пришлет, получат подарок. Да, я звучу это только в эфире. Те, кто запомнили, молодец. Подарок будет хороший. Поэтому присылайте нам фотографии облаков в группу ВКонтакте. Мы будем очень ждать. Может быть, у кого-то на самом деле шедевры будут, и мы прям будем очень рады их видеть. Да, на этом мы вынуждены программу «Открывашка» закончить. Замечательная программа сегодня была про облака. Голубое небо у нас так и не появилось за окном. Светлана Анатольевна, ждать сегодня? Да, перерывы в облаках, конечно, будут. Очень ждем, потому что погода сегодня нужна нам хорошая. У нас все-таки выходной день. Вот, и так, спасибо большое. В гостях у нас была Светлана Анатольевна Пупышева, заведующая кафедрой географии Вятского государственного университета. Говорили про облака. Ребят, понятно стало, да? Уже больше про наше небо. Да, интересно было, мне тоже. Да, спасибо большое. Итак, всем пока, до встречи. Следующее воскресенье, также в 10 утра. Слушайте, задавайте вопросы, отвечайте на наши вопросы, выигрывайте приз. Это программа «Открывашка». Всем пока. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».